Видели ли вы по-настоящему темную ночь, когда даже руки своей не видно? Конечно, темнота, как говорит пословица, хоть глаз выколи, это вполне возможно на Земле. Но представьте себе настоящую кромешную тьму, когда ближайший источник света расположен от вас на расстоянии в сотни миллионов световых лет. Представили? Тогда считайте, что вы нашли во вселенной Войт Волопаса. Войт или пустота Волопаса — это интересная космическая аномалия, которую обнаружили всего 40 лет назад. Открыта данная область в 1981 году астрономом Робертом Киршнером. Об уникальном объекте, если так можно сказать, о великом ничто нашей Вселенной ученый рассказал в своей работе пустота в миллион кубических мегапарсек в Волопасе. Войт представляет собой огромную сферическую область диаметром примерно 300 миллионов световых лет, в которой ученым с помощью самых современных приборов и методов удалось насчитать всего 60 галактик. Представить себе масштаб таких расстояний весьма непросто. Но попробуем привести примеры. Если в центре Войта расположить человека, то ближайшие звезды и галактики он бы смог увидеть лишь в сверхбольшие телескопы второй половины 20 века. Американский астроном и популяризатор науки Грег Олдеринг приводит такой пример. Если в объеме пустоты Волопаса разместить галактики с той плотностью, с какой они распределены в среднем по Вселенной, то их там вместилось бы не меньше 10 тысяч. Но выше мы уже говорили, что на самом деле их всего 60. Войд Волопаса — это одна из самых больших пустот во Вселенной. Ее иногда называют супервойдом. Расположен он в созвездии Волопаса, созвездии северного полушария неба. По словам американского астронома Грегори Алдеринга, масштаб воида таков, что если бы Млечный Путь находился в его центре, мы не узнали бы о существовании других галактик до 1960-х годов. Со времени первоначального открытия этой пустоты астрономы создали более подробные карты нашей Вселенной. Также они выяснили, что галактики в космосе размещены как огромная паутина. Большинство из них находятся в длинных структурах или нитях, которые простираются через космос. Когда эти нити встречаются, то они создают области с высокой концентрацией галактик, которые называются скоплениями. Галактическая нить — это крупнейшие наблюдаемые космические структуры во Вселенной в форме нитей из галактик со средней длиной в 160-260 миллионов световых лет, лежащие между войдами — большими пустотами. По стандартной модели эволюции Вселенной галактические нити формируются и следуют вдоль сетевидных потоков темной материи. Предполагается, что эта темная материя ответственна за макроструктуру Вселенной. Темная материя гравитационно притягивает барионную материю, и эту обычную материю астрономы наблюдают в виде стен и нитей из галактических сверхскоплений. Между этими нитями существуют огромные пустоты, или войды, в русской интерпретации название этих областей, в которых почти нет галактик. Ученые считают, что эти пустоты занимают около 80% видимой Вселенной. Большая часть этих войдов имеет диаметр от 30 до 300 миллионов световых лет. Предполагается, что внутри войдов могут быть темная энергия и протогалактические облака. Кроме того, по опубликованным в 2014 году данным астрономы из Университета Пенсильвании обнаружили в войдах небольшие искажения в направлениях распространения света, создаваемые, предположительно, темной материей. Как мог появиться во Вселенной такой аномальный объект? Ведь давно известно, что природа не терпит пустоты. Существует теория о формировании войдов-элопаса в результате слияния меньших войдов. Это объясняет малое число галактик, населяющих вытянутую область вблизи середины войда. К сожалению, ни одна из существующих сегодня теорий происхождения нашей Вселенной никак не объясняет существование войда. Конечно, ученым сегодня известны пустоты гораздо меньшего размера, в десятки раз, и механизм их образования вполне выяснен. Компьютерные расчеты и наблюдения подтверждают вывод, что ячеистая структура Вселенной возникла изначального гауссового поля возмущений плотности и нарастающих со временем пространственных флуктуаций скорости и плотности вещества под действием сил тяготения. Но с гигантской пустотой в созвездии Валопаса компьютерная модель, построенная на известных предположениях, не работает. Тем не менее, гипотезы о природе этой пустоты высказываются завидным постоянством. Одной из самых радикальных и потому пугающих теорий можно считать гипотезу о рукотворном происхождении пустоты. По предположениям некоторых ученых, сверхцивилизации, появившиеся на заре образования Вселенной, вполне могли бы дойти до такого уровня развития, что научились буквально выкачивать энергию из окружающего пространства, что и привело бы к образованию огромного объема почти идеального вакуума. Кратко пройдемся по теории внеземных цивилизаций. Советский астроном Кардашев поделил возможные внеземные цивилизации на три типа по принципу энергии, которую они используют. Цивилизации первого типа используют ресурсы своей родной планеты. Цивилизации второго типа — энергию звезды, вокруг которой вращается их планета. Цивилизации третьего типа используют энергию галактики. Сейчас в теоретических моделях добавили и цивилизации четвертого и выше типов, которые могут уже свободно оперировать не только скоплениями галактик, но и Вселенной. Земляне, как вы понимаете, это классическая цивилизация первого типа, потому что солнечные батареи нельзя назвать эффективным способом переработки энергии звезды. А вот инопланетяне на высоком уровне развития должны использовать технологии астроинженерии. Например, строить так называемые сферы Дайсона. Какой гипотетический сценарий возможен в нашем случае? В пустоте Валапаса когда-то была или есть жизнь. На втором уровне местная цивилизация начала потреблять энергию звезды. В какой-то момент цивилизацию мог поработить искусственный интеллект, и пошел бесконтрольный захват соседних объектов. Сейчас пустота Валапаса может бесконтрольно расширяться, поглощаемая непомерным аппетитом искусственного интеллекта. Ну или сама цивилизация поглощает звезды и галактики одну за другой. Только для чего им эта энергия, если параллельно они не создают каких-то видимых объектов? Конечно, любые сценарии с внеземными цивилизациями по умолчанию являются гипотетическими. Но копить знания, пусть даже теоретически, стоят уже сейчас. Тем лучше мы будем готовы к возможной встрече. Космические аномалии исследовать необходимо. Ведь любое сильное отклонение от нормы может говорить о возможных проблемах. Именно это в свое время помогало выживать нашим предкам. Они чутко реагировали на происходящее. Все эти странные отклонения от нормы, возможно, случайны. А возможно, там сидит хищник, названный гость или, в лучшем случае, друг. Как бы то ни было, воет в Аллапаса, вероятно, самый идеальный вакуум в космосе, на эффекты которого также стоит обратить внимание. В нем редко встречались бы не только камни и пыль, но и разного рода частицы. Для взаимодействия частиц в этой огромной пустоте могут уйти эпохи, если это там вообще возможно. Чрезвычайно низкая плотность вещества в этой области космоса означает, что при попадании в него какой-то структуры, нейтрино, например, с одной стороны, она будет выглядеть абсолютно так же на выходе сотни миллионов лет спустя. То же касается и фотонов. Частицы вещества с гораздо большей массой, чем нейтрино и фотоны, будут естественным образом притягиваться к краям пустоты. Из-за этого свойства сохранения состояния Войт-Валапаса однажды можно рассматривать как идеальную капсулу времени. Можно сказать, что открытие сверхпустоты сильно повлияло на традиционное космологическое мышление. С тех пор астрономы неоднократно пересматривали свое понимание формирования галактик, учитывая то, что известно о крайне неравномерном распределении вещества во Вселенной. В конце концов, Войт-Валапаса — еще одно скромное напоминание о безграничности космоса. Вселенная, которую мы видим, невообразимо огромна для нашего понимания. А наше место в ней удивительно мало и незначительно. Микроскопическая вспышка в исполинском пространстве. Но насколько бы одинокими мы не казались сами себе на нашей маленькой голубой точке, Во всяком случае, у нас есть возможность созерцать звездный пейзаж, когда мы обращаем взгляд на небеса.